здравствуйте хочу предложить один из вариантов мушки которая гибрид зонкера со стримером окуневым но оказалось очень результативная мушка я хочу предложить один из простых вариантов как ее связать доступными материалами дома я грузил латунными шариками сделал глазки и грузил дополнительно еще свинцом так как не необходимо чтобы мушка имела вес порядка 7 8 граммов теперь точно так же как я вязал те мушки мы берем щепоточку белого меха небольшую вот приблизительно такой пучочек и здесь крепим у загиба в одной точке как прошлый раз вязали берем щепоточку красного меха также подравниваем кончики убираем под шерсток сильно пышный жирный он нам здесь не нужен хвостик промажем клеем вот такой примерно пучочек здесь же прихватили и берем щепоточку белого меха песца но так чтобы она была у нас теперь уже несколько длиннее которую мы вязали перед этим вот так вот и все вот так вот и все Продолжение следует... Убрали подшерсток. Вот приблизительно такой пучочек. Промажем клеем еще. Прихватили, посмотрели. Вот такой примерно будет хвостик. И теперь я беру, добавляю голографического люрекса по щепоточке с одной и с другой стороны. Можно использовать любой блестящий элемент, какой вы сочтете нужным. Продолжение следует... Здесь я креплю у загиба полосочку меха. Сверху он у нас будет ложиться покрывного. Вот так вот. И здесь я креплю материал, из которого я буду изготавливать тело. Я взял обыкновенную вот такую тесьму, которую приобрел в галантерейном магазине. Можно использовать даббинг, как я изготавливал раньше. Что вы сочтете необходимым, то используйте. И теперь, для того, чтобы мне убрать все вот эти неровности, я немножечко добавлю даббинга и подровняю свое тело, придам ему какую-то форму. Теперь я беру, промазываю хорошо цевьё клеем в разумных пределах. Нить увожу в район глазок. Она нам пока не нужна. И берем нашу тесьму, подкручиваем и начинаем обматывать тело. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавлю. Смотрите продолжение в следующей серии. Приблизительно сантиметр до глазок закрепим и не отрезаем нашу синель. Вот так уведем в сторону. И теперь я для конструкции буду делать плавнички красного цвета. Берем по небольшой щепоточке меха красного. Можете взять белого, потом подкрасите. Это уже не так важно. Меха песца. Убираем подшерсток. Выравниваем. Вот приблизительно такая щепоточка. И я переворачиваю крючок с одной и с другой стороны. Креплю снизу эти плавнички. Придавая им направление в сторону. Вот так. Немножко длинноватый уменьшим. Сейчас мы еще... Да, вот где-то теперь правильно. Так. С одной и с другой стороны. Можно попробовать другим цветом. Это не так существенно. Подкрасить всегда можно. Главное, что они создадут иллюзию движения жаберных плавничков. Что тоже при падении приманки очень привлекательно. Эту приманку можно изготавливать как для спиннинга, так и для нахлыста. Поэтому в нахлысте вот этот вариант плавничков очень существенный. Потому что приманка может находиться в толще воды с минимальным движением. И в то же время будут играть. Подхватили. И теперь для того, чтобы они были несколько симпатичней, я крест-накрест проматываю. Не удаляю остатки меха, которые у меня возле глазок. Так как все равно мы нашу голову будем немножечко укрупнять. Вот оставили примерно по такому количеству. Вот так они выглядят в начале. Теперь, чтобы они мне не мешали, я возьму их, намочу кончики. Промажу клеем. И до глазок теперь промотаем нашей синелью. Также пройдем восьмерочкой, где наши плавнички. И они у нас хорошо выровнялись. В районе глазок делаем один полный оборот для закрепления. И крепим нашу с вами синель. Остатки отрезаем. Отрезали. Для того, чтобы наша голова выглядела более симпатично, нам необходимо ее слегка в районе глазок укрепить. Для этого я возьму остатки красного меха от шерстка, которого я надергал, изготавливая плавнички. И обмотаю полностью всю нашу голову. Между глазками. Без добавления каких-либо блестящих элементов. Оставляем нить у колечка. Сделаем завершающий узел, чтобы она у нас никуда не убежала. И будем крепить теперь мех сверху. Для этого я наш мех подровняю и саму шкурку промажем немножко клеем. Вот так. И теперь подровняли мех. Натянули сколько нам необходимо. Уберем остаточки и крепим нашу с вами шкурочку. Пара-тройка оборотов будет достаточно. Отрежем остатки. Вот так. И теперь уже окончательно здесь прихватим. Вот так. Опять я сделаю завершающий узел. Нить не отрезаю. Подравниваем наш мех. Берем леску. Берем дабинговую иглу. И прихватываем теперь наш мех, который находится сверху. Вот так. Берем дабинговую иглу. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...